Всем привет! С вами Максим Фойгель и в сегодняшнем видеоролике я бы хотел затронуть такую важную тему, как выбор альпинистской обуви. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем! Я отобрал четыре разных модели, которые перекрывают фактически весь спектр восхождений от технических на относительно небольшие вершины до высотных восхождений до 7000 метров. Восьмидричники трогать не будем или вершины близки к этой высоте. Это немножко отдельная тема, там нужно совсем специальное снаряжение. Поэтому остановимся на том, что чаще всего встречается в горах, точнее то, с чем чаще всего приходится сталкиваться нам, так сказать, обычным альпинистам. Первая модель – легкие ботинки для технического альпинизма. Вторая модель – обувь чуть посерьезнее. В принципе, это тоже технический альпинизм, но, скажем так, с меньшими амбициями. Серьезные технические ботинки, подходящие как для сложных восхождений на высокие вершины, так и для ледолазания. И четвертая модель – двойные ботинки для зимних либо высотных восхождений. Здесь стоит заметить, что этими четырьмя моделями, конечно же, выбор не исчерпывается. На рынке достаточно много фирм, выпускающих совершенно разные обувь. Они все, в принципе, хорошего качества. И здесь важно обращать внимание на особенности вашей анатомии. То есть, помимо того, чтобы этот ботинок технически соответствовал вашему назначению, для чего вы покупаете, важно, чтобы обувь подходила именно вам и вам в ней было комфортно. По ходу этого ролика будут всплывать небольшие подсказки, картинки с рекомендацией или просто с аналогичными вариантами обуви от других производителей. Отличными от тех, которые я представляю в этом ролике. Номер один – мой фаворит. Супер облегченные ботинки от фирмы Scarpa. Вот такие вот, как вы видите, тряпичный язычок. Очень мягкие. Даже носовая часть сгибается. Почему это мой фаворит? Ну, большую часть времени я провожу в Альпах. Альпы – это невысокие горы. Максимальная высота 4 800 – 10 метров. Гараманблан, как правило, все восхождения простекают на вершины 3 500-4 с небольшим тысячей метров. Многие из них скальные, технические, с большим объемом лазанья. Ну, даже тот же Маттерхорн, допустим, от начала до конца. Это практически целиком скальная вершина. Поэтому большую часть восхождения я совершаю именно в этой обуви. Несмотря на то, что она такая легкая и достаточно холодная. Ну, понятно, речь идет, конечно же, о летних восхождениях. Конкретно в этой модели, ну, либо аналогичных моделях, мне очень важно, чтобы рант ботинка был полностью обрезиненный. Это защищает дополнительно ботинок от износа, а также влаги. Для технических восхождений. Ботинок не имеет ранта. У него закругленная форма. Вы видите, что подошва очень гладкая. Ну, это, конечно же, изношенный ботинок, потому что я уже несколько сезонов в нем отработал. Но, тем не менее, можно представить, здесь нет ранта. Чент напоминает, скажем так, упрощенный скальный туфель. И у этого есть логичное объяснение. Ведь основное назначение этого ботинка, точнее, очень важная часть составляющего этого ботинка, это лазание по скалам, то есть контакт со скалой. Именно поэтому форма вот этого носка оптимально подходит именно для лазания по скалам. Ну, скажу честно, что в этих ботинках, если комфортное чувство на скалах третьей, четвертой категории, ну, выше тоже возможно, но здесь уже есть, конечно же, нюансы. При этом на пятке есть рант, который позволяет фиксировать полуавтоматические кошки. То есть я могу на восхождение взять кошки достаточно серьезные, если будут участки снежно-ледовые, где речь не идет о лазании на вертикальном льду. То есть, скажем так, ледник, подход или спуск, или вдруг какой-то участок будет между делом снежно-ледовый или эфирновый, то я могу на эти ботинки одеть вполне себе серьезные кошки. Как правило, для таких восхождений я беру, естественно, полуавтоматические кошки, ничего специального, горизонтальные зубья и соскобой на носке под универсальный ботинок. Здесь я бы хотел сенсор чуть подробнее, потому что у этих ботинок есть один серьезный недостаток в сочетании в работе с кошками. Именно вот такая вот, не знаю, насколько хорошо вам видно, конусная часть самого ботинка не позволяет склинивать и фиксировать в этой скобе достаточно хорошо. То есть вначале вроде бы кошка где-то хорошо и плотно, но во время подъема, особенно если вам приходится время-то времени идти на передних зубьях, то есть подбивать ботинки, нос ботинка начинает уползать вперед и тем самым, конечно же, фиксация на пятке ослабевает. Если вы будете использовать такие ботинки с кошками, просто думайте об этом, что все-таки это не для хождения в кошек обувь. Небольшие участки, не крутые подходы, спуски. Если же у вас подразумевается больше льда, больше снега, стоит рассмотреть другие варианты. Итак, как я сказала, мой фаворит для технических скальных восхождений с минимумом снега и льда, скажем так, это не основной рельеф, очень легкие, позволяют хорошо лезть по скалам, комфортные, мягкие. Тем не менее, можно деть кошки. Следующие ботинки чуть-чуть потяжелее. У них уже достаточно жесткая подошва. Согнуть его мне практически не удается. На такой обуви уже есть характерный изгиб, который при ходьбе немножечко помогает. Ну, что я вам скажу, они просто теплее. Чуть выше и чуть теплее. В принципе, они не так далеко стоят от предыдущей модели по своим характеристикам. Но в них чуть-чуть хуже лезть по скалам, потому что они жестче. И, как вы видите, носок уже сделан больше для ходьбы по снегу. Вот этот вот рант и этот отступ, он значительно ухудшает контакт со скалой, скажем так. Да, лезть, конечно же, можно, можно скользить маленькие выступы, но чувствовать себя неуверенно на более покатых зацепках. Я бы назвал этот ботинок, тем не менее, подходящим для таких же вершин, как и моторхорм, как я уже говорил. Ну, допустим, у вас состояние маршрута не оптимальное. Начало сезона или после непогоды, много снега, льда, вы знаете, что вы весь маршрут будете лезть в кошках. То есть, обувь будет вам нужна потеплее, и вам придется одевать кошки для, может быть, на весь маршрут, на моторхорм, вы будете идти в кошках. Соответственно, учитывая минусы первой модели, где кошка со временем может разболтаться, такая обувь будет оптимальнее. Как и в предыдущей модели, у этой ботинки полностью резиновый рант. Ну, справедливости не надо сказать, что, в принципе, все ботинки для альпинизма сейчас крайне редко какие-то такие не имеют рантов. Практически все имеют этот рант. Но я, тем не менее, еще раз об этом говорю, потому что, если у вас будет выбор с большим рантом, или вообще без ранта, или с рантом, отдавайте предпочтение обрезиненным рантом ботинка. Ну, что еще можно добавить? Рант под скобу на передней части ботинка, рант под скобу для кошек на задней части ботинка. Они чуть выше, можно визуально сравнить, что, вы видите, что вот эти ботинки немножечко выше, то есть они дают чуть-чуть большей фиксации голеностопа. Скажем, одеть фонарики, гамаши для защиты от снега также комфортнее. То есть вас просто они будут лучше облегать и защищать от попадания снега, влаги. Используется утеплитель, то есть однозначно, что эти ботинки потеплее, но жестче и менее комфортно в ладане. Откровенно говоря, такой модели в моем ассортименте, в моем гардеробе, так сказать, нет. Я зависел для этого ролика, потому что считаю, что, в принципе, это имеет место быть, но я от нее отказался, потому что, скажем так, для более сложных восхождений или для восхождения, где температура ниже, я использую сразу вот такую модель. Вот это, ну я их называю полуторные ботинки, то есть с интегрированным гамашей, достаточно утепленные. По жесткости, по жесткости и по, в общем, своей форме, по своей конструкции, они очень похожи. Однако у этих ботинок сразу есть преимущество в виде интегрированного гамаши. Они достаточно теплые. В различные фирмы выпускают немножко отличающиеся по своим тепловым характеристикам модели. Некоторые позиционируются даже для восхождения на 6000 метров. Ну, это большой вопрос. Я думаю, что лично для меня это неподходящая обувь, но тем не менее. То есть теплее, чем предыдущая модель. Вот. И тенденции, современные тенденции таковы, что конкретно эта обувь очень-очень легкая. И фактически вот эти высокотехнологичные ботинки теплые, функциональные, по весу не отличаются вот от этой модели. Естественно, что когда я думал о том, какую обувь покупать, эти ботинки ушли из моего гардероба, так сказать. Поэтому мой личный шаг, мой личный шаг – это первые и потом сразу вот эти вот ботинки. Однако, повторюсь, это хорошая обувь. Ее отличает чуть-чуть более низкоценовая категория. То есть если вы ищете обувь побюджетнее, или, может быть, вы не уверены, что вы будете заниматься альпинином прям так уж так долго, и непонятно зачем покупать дорогую обувь, то вот такая модель, наверное, была бы оптимальна. Или, скажем так, я ее могу позиционировать как средняя между вот этими двумя моделями. То есть если у вас стоит задача найти более-менее универсальную обувь, то вот такая обувь такого класса, наверное, будет подходить больше всего для ваших целей универсальности. Возвращаясь к полуторным ботинкам, вот эти ботинки я также использую для ледолазания в зимний период. У меня есть маленькая особенность, я уже успел достаточно серьезно подморозить свои пальцы, и, в принципе, зимой мне маловато таких ботинок. Но ледолазание не подразумевает многодневных восхождений, то есть, как правило, это каскады, где мы лазим днем, вечером уже дома, поэтому мне по температуре хватает. Я не успеваю сильно прямо уж так замерзнуть. Для вас, наверное, проблемы не составит. Я надеюсь, что у вас здоровые ноги без обморожений. Поэтому вот такая модель или похожие модели отлично подходят для лазания по каскадам, то есть ледолазания. Естественно, на них одеваются кошки, автоматические кошки, то есть с застежкой под пятку и со скобой под носовую часть ботинка, с вертикальными зубьями, вполне рабочий, жизнеспособный вариант. Ну и самый верхний уровень. Вот такие вот двойные ботинки, также от фирмы La Sportiva. Не буду доставать. В общем, я думаю, что вы знаете, что такое двойной ботинок. То есть здесь у меня в руке фактически внешний чехол, а внутри есть еще сапожок, который полностью вынимается. Получается некий такой термосный вариант. То есть есть внешний колпак, так сказать, и внутренний сапожок. Между ними прослойка воздушная, которая дополнительно создает термоизоляцию. Конкретно эта модель достаточно легкая. Это La Sportiva G2 модель. Позиционируется для 7000-ников. Не пробовал на 7000 еще, не знаю. На 6 ходил, вполне себе нормально. Может быть, опять же, с моими особенностями под мороженными пальцами мне будет холодновато, но тем не менее 7000-ная модель. Понятно, что такие ботинки подходят для зимних восхождений. Ну, про кошки говорить бессмысленно. Сюда одеваются абсолютно любые кошки. Далее несколько слов, где какую обувь лучше еще использовать. Если вначале я много говорил про эти ботинки, рекомендовал их для таких вещей, как скальное восхождение, мотерхорны, я уже не знаю, на Гранж-Рассе в них ходил, то куда можно рекомендовать вот такие, такие или же вот такие ботинки? Так как вот эта и эта обувь, на мой взгляд, очень близко стоят по своему назначению, по своим характеристикам, чуть теплее, чуть холоднее, но в принципе они достаточно близки, то я их буду вместе и рассматривать. Вот это классическая обувь для восхождения на такие вершины, как Монплан в Альпах, какие-нибудь четырехтысячники, ну, допустим, массив Монтерозы, там все очень высоко. На Кавказе это может быть район Безингии, достаточно высокий, холодный район. Естественно, Эльбрус или Казбек. Вот такая обувь, подходящая для таких вершин и восхождений. В летний период, очень важно, в летний период. Если же вы планируете совершать восхождение на высшие помянутные вершины, повторюсь еще раз, Казбек, Эльбрус, Безинги, Четырехтысячники, в Альпах, преимущественно снежно-ледовые, то такое обувь будет уже маловато. Мы уже приближаемся к зимним вариантам. То есть вот такие вот двойные ботинки с внутренним сапожком, это либо зимнее восхождение в Альпах, на Кавказе, Белуха на Алтае, либо уже высотное восхождение. 6 тысяч, 7 тысяч метров, ну 7 тысяч, скажем так, с оговорками. Смотрите по своим индивидуальным особенностям, потому что кому-то уже нужны будут ботинки, может быть, и посерьезнее. Ну что ж, на этом все. Немножко сумбурно, немножко хаотично, но в целом я рассказал все, что хотел вам рассказать про свою альпинистскую обувь. Надеюсь, это было полезно. Подписывайтесь на мой канал. Удачи в горах. Главное, безопасных восхождений. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok